В преддверии зимних праздников хочется тщательно подготовить меню, чтобы порадовать своих близких удивительными и вкусными блюдами. Сегодня я подготовила для вас 4 вкусных горячих блюда, которые хорошо подойдут на новогодний и рождественский стол. Это будет семга, жареная с розмарином, фаршированные грибочки, мясные бризоли, шашлычки куриные и курица, запеченная с апельсином. Давайте начнем готовить. Первое блюдо у нас будет стейк из семги. Все ингредиенты также вы смотрите под видео. Берем стейк из семги, убираем косточки, шкуру, посыпаем солью, розмарином, поливаем соком лимона. В разогретую сковороду наливаем растительное масло, кладем наш стейк из семги. И обжариваем на среднем огне со всех сторон минут 20, то есть с каждой стороны по 5 минут. Чтобы образовалась вот такая золотистая красивая корочка. Масло, в котором жарите, не выливайте. При подаче блюда будем немного ним поливать. Вот так вот хорошо обжариваем со всех сторон и украшаем блюдо. Берем лист салата, промываем, обсушиваем и рвем на мелкие кусочки. Лист салата никогда не нарезают, его все время рвут. Делаем вот такое зеленое покрывало для нашей семги. Дополнять это блюдо будем помидоркой. Берем красный помидорчик. Разрезаем на дольки. И оранжевый помидорчик. Также разрезаем на дольки. Берем для украшения свежий лимон. Кружалки немного надрезаем. И получается вот такая вот форма для украшения блюда. Такая вот завитушка. Нашу готовую семгу кладем на наше покрывало. Украшаем свежими овощами, помидорами. И сверху кладем лимон. Вот такое вот красивое, вкусное блюдо у нас получилось. Масло, на котором мы жарили, поливаем помидорки и рыбку сверху. Прекрасное блюдо для стола. Готово. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. И вы воспользуетесь им на Новый год или Рождество. Следующее блюдо у нас фаршированные грибочки овощами. Также ингредиенты смотрите под видео. Берем шампиньоны, моем. Ножку убираем, но не выбрасываем. Она у нас пойдет в начинку. У меня большие шампиньоны. Если вы не найдете большие шампиньоны, возьмите средние. Но возьмите тогда не 2, а 4, 5, 6. Сколько у вас получится. То есть у меня просто 2 больших шампиньона. Их нужно очистить. Но есть грибочки, которые не нужно очистить. У них кожица нормальная. Большие грибы зачастую нужно очистить. Подготавливаем грибочки. Проделываем со вторым то же самое. Вот такая формочка для запекания у нас будет. Ножки грибочков нарезаем очень мелко. Все ингредиенты, которые будем подготавливать, складываем в одну миску. Берем четверть болгарского красного перца. Естественно его промыть, высушить. Очищаем сердцевину, прожилки и зернышки. Убираем и нарезаем как можно мельче. Берем также желтого перчика кусочек. Тоже нарезаем мелким кусочком. Берем лук-порей, зеленую часть. Естественно его хорошо промыть, высушить. И нарезаем очень мелко. Если не любите лук-порей, возьмите обычный репчатый лук. Берем твердый сыр любого сорта, который вам нравится. У меня российский. Натираем на мелкой терке. Берем немного сулугуни, сыр. И высыпаем наши овощи. Добавляем соль, перец по вкусу. И хорошо перемешиваем наши ингредиенты. Вот такая у нас начинка будет для грибочков. Добавляем майонез, сметану или йогурт. Тоже по вашему усмотрению. Хорошо перемешиваем. И начинка готова. Будем формировать. В грибочки вовнутрь кладем начинку. Немножко притрамбовывайте. Кладите с горочкой. При запекании начинка уменьшится. Вот такая вот у нас красота получается. Это будет очень вкусно, сочно. У меня начинка ушла вся на два грибочка. Вот такие грибочки у нас получаются. Запекаем их. И подаем к столу. Такое блюдо также может стать украшением вашего новогоднего стола. Это получается очень красиво, необычно и вкусно. Ну а мы продолжаем готовить дальше. И следующее блюдо у нас будет мясные бризоли с ореховой начинкой. Берем фарш комбинированный. Перемешиваем. У меня говяжий и куриный. Добавляем паприку, соль, яйцо. Добавляем тёртый чеснок, лук. Снова перемешиваем. И слегка как бы оббиваем. Так у нас блюдо будет плотнее. Не будет разлазиться, рассыпаться. В поддельную миску вбиваем яйца, добавляем соль, паприку и хорошо взбиваем. И начинаем готовить бризоли. Возьмите тонкую плоскую тарелочку, налейте туда 3-4 ложечки яичной смеси. И сверху выкладываем наш фарш. Тонким слоем, образовывая как блинчик. Это мой способ готовки бризоли. Если вам так будет удобно, то готовьте. Если нет, то готовьте так, как вам удобно. Старайтесь сделать блин более плотным. Соединяйте хорошо, чтобы он был однородным, не треснул, не разлезся. Ну и учитывайте то, что яйца все равно будут это блюдо скреплять при жарке. В разогретую сковороду наливаем растительное масло и осторожно перекладываем наш блин. Яичная смесь у нас получается на одной стороне. Это будет верхняя часть бризоли. Затем обжарим немного одну сторону, перекладываем на тарелочку, сверху накрываем другой. И уже обжариваем вторую сторону, которая еще была не готова. Вот таким образом я жарю все бризоли. Так они не ломаются, получаются ровными, мягкими и красивыми. Жарьте на среднем огне. Сковороду иногда немножко смазывайте. Ну и пока бризоли наши жарятся, подготовим начинку. Нарезаем очень мелко кинзу, добавляем тертый орех, майонез и чеснок. Хорошо перемешиваем. Вот такая начинка у нас будет. Это очень вкусная начинка. Готовые бризоли смазываем ту сторону, где нет яйца. То есть не яичную сторону. Яичная сторона у нас будет сверху при закручивании. Тогда бризоли будут очень красивые. Красивый вид будет создавать блюду. Закручивайте аккуратно, легкими движениями, не давите. Так проделываем с каждым мясным блином. Вот так вот аккуратно, как бы воздушным движением. И вот такие вот бризоли у нас получаются. Это очень вкусно. Они получаются сочными, вкусными. И вот такая пикантная начиночка дополняет мясо. И это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Если не пробовали с такой начинкой, это божественно. Такое блюдо может стать вашим фаворитом. И так же украшением вашего праздничного стола. А мы будем готовить следующее блюдо. И для этого нам нужно будет куриное филе, лук и перчик. У нас будет куриный шашлычок в духовке. Берем куриное филе, отрезаем лишнее, если есть жир, плева. Нарезаем на толстые квадратики. Моем болгарский перец, очищаем и так же нарезаем на кубики. На большие, крупные такие. При запекании оно не сгорело, так как мясо у нас немаленькое. Так же чистим лук репчатый и нарезаем так, чтобы можно было тоже сформулировать квадратик. Чтоб, когда вы нанизывали, он не распадался. Вот такие вот кусочки получаются. Мясо солим, перчим по вкусу. Перемешиваем. И начинаем делать шашлычки. Берем шпажку, нанизываем перец, мясо. Два кусочка лука. Снова перчик. Мясо. Лук. И так чередуем. Перец, мясо, лук. У нас три кусочка получается на одной шпажке. То есть, одна шпажка это как бы порциональное блюдо. И закрываем шашлычок перчиком. Вот такая красота будет у нас. И может даже у вас на столе. В противень наливаем растительное масло, кипяченую воду. И выкладываем наш шашлык. Так же бросьте немножко лаврового листа. При запекании он будет испаряться с водичкой. И давать тоже запах нашему шашлыку. И запекаем в духовке. Вот такое вкусное, быстрое блюдо у нас получилось. Это будет хорошее дополнение к вашему праздничному столу. И последнее блюдо у нас курица, запеченная с апельсином, медом и имбирем. Сочетание просто гастрономическое. Это невероятно вкусно. Берем курицу. Отрезаем лишнее. У нас в семье не любят сильно шкурки, когда много. Жир. Я и хвостик убираю. Вот подготовили курочку. Начнем подготавливать маринад. Трем цедру апельсина. Трем имбирь. Из того же апельсина выжимаем сок. Берете какую-нибудь миску. Туда выкладываем тертый имбирь, апельсиновую цедру, сок лимона. То есть сок апельсина, извините. Добавляем меда. И соевого соуса. Все хорошо перемешиваем. Вот такой маринад у нас будет. Кладем курочку. Хорошо ее солим везде. И поливаем, натирая нашим маринадом. Натирайте везде, даже внутри. То есть, чтобы везде попала наш маринад, цедра, мед. Вот это все наши прелести маринада. Также очистим одну апельсинку. Нарежем дольками. К ней мы будем фаршировать нашу курочку. В миску для запекания выкладываем курицу. Поливаем немножко этим маринадом. И фаршируем дольками апельсина. Вот такая курочка будет. И отправляем ее в духовку. Запеклась она где-то примерно 20 минут. И накрываем еще фольгой, чтобы она дальше хорошо запеклась уже, не пригорая. Вот такая курочка у нас получилась. Очень ароматная, вкусная. Смажьте ее тем соком, в котором она запекалась. Получается очень сочной, ароматной и мягкой. Гости будут очень в восторге от такого блюда. Если вам понравились блюда, готовьте их на праздник, делитесь с друзьями. И до новых встреч! Хороших вам праздников! Готовьте с любовью, живите вкусно! Субтитры сделал DimaTorzok